Мир вам, дорогая Церковь! Мидвеста или восточного побережья Америки, где пришлось быть все это время, не на Карибах и не на Гавайях, может быть, не в каком-то другом месте отдыха, находясь в служении, имея возможность служить, я благодарю Бога за это прекрасное время. Давайте мы вместе сегодня с вами продолжим наше рассуждение над книгой Откровения, 3 глава. Все, кто имеет Библию, пожалуйста, откройте их, братья и сестры, 3 глава. И по порядку у нас идут послания семи церквям. Сегодня церковь, в которую мы обращаем внимание, она в 3 главе 7 текста. И ангелу в филадельфильской церкви напиши. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. Затворяет и никто не отворит. «Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, и из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Сегряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего. Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. И имя мое новое, имеющий ухо, дослышит, что Дух говорит церквам. Итак, братья и сестры, послание, которое от Господа Иисуса Христа было послано через Иоанна в эту церковь, оно пред нами. Это не та Филадельфия, которая находится в Пенсильвании, дети. Нет. Это та Филадельфия, которая находится на территории современной Турции. Это один из городов, в котором была церковь Господа Иисуса Христа, Божий светильник. История говорит о том, что этот город был основан где-то приблизительно за 150 лет до рождения Христа. Нося прежде другое название, этот город был переименован в свое время, потому что, как следствие нового названия, которое он получил, этот город, это был результат братских отношений, или верности, или преданности друг другу. История говорит о том, что некий Аталов II очень был верен своему брату. И в честь этих прекрасных отношений он был переименован как Филадельфия, или Филадельфиос, что в переводе означает «братская любовь». Вот что, друзья, слово «Филадельфия» значит. Целью основания этого города было то, чтобы сделать его определенным миссионерским центром не в плане, возможно, евангелизации или распространения благовой вести, нет. Основатели этого городка, они имели совсем другую цель. Они хотели, чтобы этот город стал передовым городом в этой Малой Асии и в Лидии, в этом царстве Лидии, для того, чтобы там населить, или заселить, так бы сказать, или привить греческую культуру, греческий язык, греческие обычаи. Что с успехом, друзья, было сделано. История говорит о том, что уже к 19-му году после Рождества Христова греческий язык, он стал основным языком этого города и царства Лидийского. Он стал разговорным языком, и язык Лидии был забыт. И туда пришли обычаи, туда пришли нравоучения, туда пришла греческая философия. И в этом городе, братья и сестры, была церковь Господа Иисуса. Интересное очень было место расположения этого города. История говорит о том, что этот городок, он как бы был ключом, или воротами в эту Ермонскую долину. Он занимал это особое положение. Но, друзья, особенностью этого города еще было и то, что он находился в особой сейсмической зоне. И этот город, Филадельфия, он очень часто подвергался землетрясениям. И, казалось бы, одно крупное землетрясение, которое пережил в свое время Сардис, когда мы читали с вами Сардисскую церковь, можно было бы как-то мужественно выдержать и пережить. Но дело в том, что Филадельфия, она тряслась практически каждый день от мелких землетрясений. История говорит о том, что в 17-м году нашей эры этот город практически почти полностью был разрушен. И многие жители этого города, они оставили свои места, они оставили свое вот это разрушенное жилище и больше туда никогда не вернулись. Те люди, которые остались жить, они боялись жить в своих домах, потому что от страха, постоянных толчков, постоянных землетрясений. Друзья, они очень часто жили просто за городом, в шалашах, в палатках. И они прекрасно понимали, что каждый день их жизни может быть последней. Но этот город, друзья, любили очень часто и римские императоры, почему-то с особой щедростью они выделяли деньги для того, чтобы отстраивать этот город. И этот город, вследствие того, что эти люди выделяли огромные суммы, очень часто менял свои названия. Это говорит нам об этом история. Каждое из семи посланий, каждое из семи посланий, братья и сестры, оно начинается следующими словами. Так говорит Господь. И этот Господь, Он каждому посланию, каждой церкви представлен по-разному. Но что именно так, и что именно Он говорит Господь, это действительно так, что Господь говорит каждой церкви, что Господь говорит как власть, имеющая как глава этой церкви, что Господь говорит беспристрастно и без всякого лицеприятия, что Господь говорит правду, и говорит эту правду всегда по сути, какой бы возможно она горько не была, но целью всегда являлась вернуть этих верующих на истинный путь. И даже если Господь обличал, это было проявлением Его любви и проявлением Его заводы, как бы строго это слово не звучало, дети. Иногда вам кажется, что когда папа и мама говорят с вами строго, они вас не любят. Когда они от чего-то хотят вас оградить, возможно от каких-то плохих друзей или влияния плохого этого мира, вам кажется, что они не любят вас, но это не так. Наоборот, это как раз является проявлением или доказательством того, что родители действительно любят вас, а не желают вас оградить от зла. Господь всегда говорит с надеждой каждой церкви, братья и сестры. В Его голосе звучит определенная надежда, что ситуация изменится, что люди поменяют свое отношение к Богу, поменяют отношение к греху, поменяют отношение к лжеучениям, поменяют отношение к этому миру и вернутся. Вернутся в эти прекрасные Божьи гармонические отношения любви. Интересно, что Иисус говорит не только ангелу этой церкви, любой из семи. Иисус говорит не только этой церкви. Иисус говорит сегодня каждому мне и тебе. И Писание написано таким прекрасным образом, друзья, что вы не найдете ни одного письма, которое было бы написано персонально вам или мне. Но когда мы начинаем читать эти черные буквы, которые напечатаны этим типографским методом, на этих белых листах, казалось бы, это обыкновенная книга, но когда вы открываете эту книгу и начинаете ее читать вдруг, оживают эти буквы, оживают эти слова, и вы начинаете слышать голос Божий. Вы начинаете улавливать Божью волю. Вы начинаете слышать то, что Бог хочет сказать из этой книги святой. Лично теперь уже для меня. Потому что послание каждой церкви, оно заканчивается следующими словами. Имеющий ухо. Слышать. Да слышит, что Дух говорит церквам. Бог говорит очень понятно. Он говорит очень ясно. Кем Христос представлен этой церкви, братья и сестры. Заметьте, что в отличие от других церквей, Иисус Христос не представлен здесь, как судья. Иисус не представлен здесь, как личность, которая имеет претензии определенные к этой церкви или к этому собранию. Иисус Христос представляет себя этой церкви. Так говорит святой. Братья и сестры, святой отделенный от зла. Святой безгрешный. Святой чистый. Святой непорочный. Это один из атрибутов или качеств нашего Господа, который определяет его как Бога. Святость – это то, что принадлежит Богу. Он в сути есть таков. Если мы читаем многие места Писания, когда мы открываем книгу пророка Исаии, посмотрите, шестая глава, вы помните этот текст, книги пророка Исаии, посмотрите, шестая глава, третий текст. «И взывали они друг к другу, говорили, свят, свят, свят Господь Савоов, вся земля полна славы Его». Только что из книги Откровения, из четвертой главы, представлена была картина неба, когда то же самое происходило на небе. И говорили «свят, свят». Они не говорили неправду, Бог есть в сути таков. Это Его сущность. Абсолютно святой, отделенной от зла. Является ли Иисус Христос Богом? Абсолютно правда. И это мы берем из книги Писания. Что сей есть истинный Бог, и нет неправды в нем. Есть, а разговор идет о Христе. И поэтому Откровение это, это Иисуса Христа Откровение, которое представлено этой церкви как святой. Братья и сестры, даже бесы, когда встречались со Христом, они говорили Ему следующее слово. «Знаю, кто ты? Святой Божий. Знаю». Они говорили правду о Христе, потому что Христос действительно является Богом и является абсолютно святым Богом. Апостол Петр, когда проповедовал, говорил, что вы от святого и праведного. Отреклись. Петр, как апостол, как ученик Иисуса Христа, он делает это заявление. Братья и сестры, я хотел бы сказать, что это один из передаваемых качеств или атрибутов нашего Бога. Что я хочу этим сказать? Потому что, по примеру призвавшего вас, святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших. Что это значит? Есть качества Бога, которые принадлежат только Ему одному и больше никому в жизни не будут принадлежать. Так называемые непередаваемые атрибуты Бога. Например, Божье всемогущество. Этим никогда не будет обладать человек. Божье вселедение, Божье всезнание, Божья везде сущность, это то, что принадлежит одному только Богу. Но кое-какими своими качествами, друзья, которые Бог передает людям, Он желает поделиться с нами. Для чего? Чтобы мы, по сути, были похожи на Христа. И если Он свят, Он желает, чтобы и Его церковь была именно такой, святой, отделенной от зла, отделенной от греха, непорочной и чистой, потому что туда как раз в Его присутствие Божьей славы ничего нечистого не войдет. Он нас не просто такими назвал, братья и сестры. Иисус Христос, Он соделал нас такими. И потому через жертву Своего Сына Господь называет нас сегодня святыми и избранными вследствие того, что Дух Святой сегодня живет в нашем сердце в присутствии самого Господа. И потому Христос представлен в этой книге как святой, этой церкви как святой. И Он желает эту церковь именно такое видеть. Именно видеть церковь, в которой будет эта братская любовь, эта Филадельфия. Это люди, которых не просто объединяет общие интересы бизнеса или какого-то хобби или какого-то вида спорта. Это люди, которые на себе испытали Божье прощение, Божью любовь и объединенные в эту семью этим духом. Филадельфия. Братская любовь, которая существует между этими людьми, которые собираются здесь вместе. Следующее слово, которое стоит здесь, Иисус говорит, что Он истинный Бог. Слово истинный, друзья, имеет несколько значений. Одно из них, что Он правдивый, неложный. Одно из них. Но в данном случае греческое слово алетинос, оно, друзья, означает не только неложный, но реальный. В отличие от несуществующего, нереального. Все идолы, друзья, они существуют, но они нереальные, они неживые. Бог у нас есть истинный Бог. Он живой. Он правдивый. Он реальный. Потому что Он реально участвует в жизни людей. Он реально позаботился о их спасении. Он реально позаботился о вечности. И потому нет другого Бога. Нет другого имени, кроме имени Христа. Оно есть истина. И потому Иоанн говорит, первое послание Иоанна 5,20, «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Вот о Христе, что говорит Божье Слово. Братья и сестры, Иисус Христос, Он говорит о том, что Он истинный. Бог заявлял об этом много раз. Когда Моисей сказал, а с каким именем я предстану перед этими людьми, чтобы они поверили мне, Он сказал, я есмь сущий. Я есмь не просто существующий, но Я есть реально отвечающий, принимающий участие в вашей жизни. Я и есмь, и Я таков по сути являюсь. Посмотрите, следующие слова, которые говорит здесь Иисус, Он говорит это о себе, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Братья и сестры, с именем Давида был связан непосредственный приход Мессии в Израиль. С именем Давида, друзья, было связано и имя Иисуса Христа, как того, кто является первенцем, как того, который является главой. Поэтому, когда мы что-то говорим, как о ключе, здесь понятно, очень понятно, что ключ является символом определенным для каждого. Для каждого является символом определенным передачи власти и доверия. И именно таким являлся Господь Иисус Христос. Потому что, когда мы перевернем только одну страницу этой книги Откровения, посмотрите, в пятой главе мы читаем и девятый, и двенадцатый текст. Не было достойного на небе, ни на земле, ни под землей, нигде не было достойного более, чем Христос. Не было той личности, которая могла бы из рук сидящего на престоле взять эту книгу, открыть ее и снять с нее печати. И лишь тот, кто является агнцем, кому доверено было совершить дело спасения человечества, у которого сегодня ключ является для того, чтобы отворять и затворять, имеет власть и авторитет. Братья и сестры, только Христос имел на это право. И Он сегодня говорит это себе, что у Меня находится этот ключ. Друзья, братья и сестры, Иисус Христос говорил, когда уходил с этой земли, что дана Мне всякая власть, абсолютно всякая власть дана Мне, то есть она передана власть, это Христу. И Иисус Христос желает сегодня этим и делиться со своей церковью. И посмотрите в разговоре с Петром, когда спрашивал Христос, за кого почитают Меня люди, они говорили, что одни за Илью, другие за Яна Крестителя. Петр, отвечая ему, говорит, ты Христос, Сын Бога живого. Заметьте, братья и сестры, что как следствие этого разговора Иисус обращается к Петру, говорит, блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец Мой, и Я даю тебе ключи Царства Небесного. Смотрите, идет определенная передача власти, доверия детям своим. В отличие от законников, братья и сестры, о которых сказано, что они тоже взяли на себя это право, но это право было их. Они сами себе его присвоили, они взяли этот ключ разумения, держали его у себя, сами не входили в Царство Небесное и других туда не пускали. Иисус говорит, что Я даю тебе ключи, то есть Я даю тебе определенную власть. О какой власти, говорил Христос, все даю вам власть наступать на что? На всякую силу вражью. Все даю вам право вести эту брань не по плоти, вести эту духовную войну и для этого я вам даю это мое все оружие Божие, для того, чтобы вы имели эту власть, имели эту право, как Церковь Иисуса Христа на этой земле. Братья и сестры, Иисус Христос, Он есть Сидержитель, получивший эту власть от Бога. Христос говорит, что Он знаю, что Он знает твои дела, мои дела, абсолютно все. Тайные, явные, первые, последние, реальные, невыдуманные. Нет. Реальные дела Господь знает абсолютно все. Почему? Потому что все обнажено и открыто пред очами Его. Так написано в Божьем Слове. Евреям мы читаем 4.13. Мы понимаем, что значит слово обнажено. Это без одежды. Это от такого, как тебя мама родила в этот мир. Определенно, явно, открыто, без ничего, без всех твоих этих костюмчиков, привесочек, при украшивании себя Господь видит, знает и слышит абсолютно все, что происходит в моей жизни. Это все у Него на контроле. Но посмотрите, братья и сестры, Он говорит этой церкви одну интересную мысль. Этих несколько минут я только хотел бы обратить на это внимание. Посмотрите, что говорит Христос. Ты немного имеешь силы и сохранил слово Мое и не отрекся имени Моего. Братья и сестры, посмотрите, ты немного имеешь силы, сохранил слово Мое и не отрекся имени Моего. Оказывается, что даже наличие самой малой силы у христианина делает его способным хранить слово от Бога. И при любых обстоятельствах, даже тогда, когда смерть будет смотреть в глаза, сохранить веру и верность Богу. Наличие самого малого, вот почему, веряя что-то малое, Иисус желает нас видеть в этом малом верными. И потом он говорит, что в малом ты был верен. Над многим поставлю тебя. Почему? Потому что в этом малом ты сохранил верность. Вот это наличие очень малой силы, Господи, может быть, оттого и многие наши песни, вот такие, знаете, как бы недостойных очень часто людей, усталых, изнуренных, обессиленных. Это очень хорошо, потому что наша нужда постоянная у Бога делает нас сильными в нем. В немощи нашей проявляется сила Божия. Но Господь говорит, что у тебя немного силы. Это константация факта. Господь говорит реальные правдивые вещи. Братья и сестры, Он отворяет двери, Христос. Разницы нет. Или назовем это дверь спасения, или это дверь благодати, или это дверь евангелизации, или дверь благовестия, это одно и то же. Но Бог отворяет эти двери. Он отворил эти двери и для филеофийской церкви. Для того, чтобы среди той атмосферы они могли влиять на этот мир. И Господь был им в помощь, потому что они нуждались в нем. И эта атмосфера братская, братских отношений любви, делала их сильными во Христе. Возможно, даже при наличии небольшого количества людей. Иисус дает повеление и дает все необходимые, друзья, возможности для Его совершения. Хочу сказать, что эти двери, они не всегда будут открыты. Потому что было время, когда за Ноем в Ковчег была закрыта дверь, не Ноем, самим Богом. И возможности туда войти больше не было. Друг мой, который пришел сегодня в это собрание, двери Божьего спасения на сегодняшний день остаются открытыми. И у тебя есть возможность туда войти. Если Бог закроет эту дверь спасения, ничего нельзя будет поправить. Будешь стучать туда, как люди, которые остались вне Ковчега спасения, где окрылся Ноя и его семья. Не будет возможности никакой. Почему? Потому что Он затворяет, то никто не сможет отворить более. Потому если открыта сегодня дверь для того, чтобы принять эту весть живую, спасительную, воспользуйся этим шансом для тебя, Богом подаренным. Спеши, потому что возможно опоздать. Друзья мои, что значит? Что означает сохранил слово мое? Что это означает? Это не только его знать. Это не только его запоминать. Это не только его выучить. Это не только его повторять. Это в точности следовать, исполнять, жить по нему и жить им. Зачем его нужно хранить? Зачем, братья и сестры, это слово нужно хранить? Потому что в нем жизнь. Ими ты оживляешь меня повелениями твоими, твоими заповедями, говорит Давид в 118-м Псалме. Это очень интересный Псалом. Хотя он очень самый длинный в Писании, друзья мои. Но здесь база. База того, что нужно делать, как нужно жить по Писанию и хранить Божье Слово. Я буду держать его на протяжении пяти минут последних, открытым этот Целом, 118-й. Посмотрите, что говорит Давид. 93-й текст. «Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня». Посмотрите, 11-й текст этого Псалма. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Несколько есть Божьих обетований или условий, или последствий для человека, который вызвался в своей жизни хранить Божье Слово. Превыше человеческих стандартов, повелений, традиций, учений, динаминационных настроек, человек, если вызвался в жизни, держаться пути Божьего, хранить Божье Слово, есть путь Божьих обетований для этого человека. Посмотрите, друзья, необходимость принятия решения этого сокрыта в 8-м тексте этого Псалма. Смотрите, «буду» – это решение внутреннее, это решение сердца. «Буду хранить, буду стараться жить, исполнять, буду прилагать усилия, буду, Господи! Что бы это мне ни стоило, днем, вечером, понедельник, пятницу, «буду»! Это решение внутреннего духа, это решение моего сердца. Братья и сестры, с какого времени и как долго? Снова Писание говорит нам, помните юношу, который встретился со Христом, и Христос говорит, «знаешь заповеди?» Он говорит, «знаю». И потом, когда Иисус начал ему перечислять, он говорит, «О, Иисус, а я это все сохранил». С какого времени, молодежь? От юности моей. Заметьте, этот человек не просто знал заповеди, он жил этими заповедями, он их исполнял и старался в этих заповедях пройти свою жизнь праведным пред Богом. Бог похвалил его за это. Христос одобрил такое положение вещей. Старайтесь от юности, а до какого времени? В этом же 118-м Салме 33-й текст Давид говорит, «Укажи мне, Господи, путь уставов твоих и будет держаться его». Заметьте, у кого открыты Библии? До конца. До последнего твоего вздоха ни на полдороги, ни на полпути держаться пути устава Божьих до конца. Друзья мои, где нужно хранить это Божье Слово? Потому что Иисус говорит этой церкви, «Ты его сохранил». Где сохранил? В библиотеке у твоей дома? Где сохранил? В сейфе? Где хранил? Снова же на помощь нам приходит здесь этот Целом 118-й. Посмотрите, братья и сестры, 34-й текст. Давайте возьмем 33-й текст. Это мы прочитали его, 33-й текст. 34-й текст, да, посмотрите, это апсалма. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой, и хранить его всем сердцем». Задаем вопрос, как хранить Божье Слово? Ответ сокрыт здесь. Хранить его всем сердцем. И 4-й текст этого апсалма, посмотрите, «Ты заповедал повеления твои хранить твердо, твердо, всем сердцем и до конца. Вот что ценно пред Богом». Друзья мои, вот что ценно пред Богом, твердо, всем сердцем, всем сердцем и до конца. Мы говорили, что где его хранить? Мы говорили о том, что Мария, она слагала куда это слово? В сердце. Друзья, другими словами, сердце является камерой хранения, но не для того, чтобы там его скапливать и хранить, а для того, чтобы оттуда его брать. Мы прочитали, «В сердце твоем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Вот что оно дает, когда ты его загружаешь в сердце свое, когда приходит искушение, всплывает на память то, что ты загрузил туда. Вот эти файлы открываются в твоем сознании, стихов Писания, Божьего воли, Божьих повелений, откровений его. То, что ты хранишь там, оно проходит через твой разум, оно будет на твоем языке. Но то, если там нет его, если там пусто, то что-то другое, чем наполнено душа, твое сердце, твое сознание, твоя память, то и будет выдавать твой язык. И тогда и не будет ни успеха, ни победы в твоей жизни. Братья и сестры, я хотел бы сказать, что когда Христос говорил притчу, притчу, когда Он говорил о добром сеятеле, в этой притче есть одна фраза, что они хранят Его в добром и чистом сердце. Я хочу сказать, друзья, что Бог обещает своим людям, своей церкви, некоторые обетования, которые сокрыты для тех, кто старается хранить Божье Слово всем сердцем твердо и до конца. Справедливая Божья реакция. Когда в книге Амоса мы читаем, что я не пощажу Иуду за то, что они оставили закон Господень и не сохранили его. За что, братья и сестры, Господь решил наказать свой народ? За то, что они оставили Божий закон. Чем они его заменили? Возможно, они заменили его какими-то рассказами, возможно, они заменили историями смешными или сентиментальными, заменили евангельскую проповедь. И то, что всегда отличало баптизм, друзья, от других динаминаций, это наличие здравого слова, это наличие библейского учения, это наличие евангельской проповеди. Что мы видим сегодня? Мы видим сегодня, друзья, что на место евангельской проповеди сегодня выходит в наших церквях музыкальное служение. И мы говорим об этом прямо и открыто. Музыка есть вещь серьезная, вещь нужная, и как и пение, и как и все остальное. Но заметьте, приоритет всегда должен отдаваться слову евангельскому чистому, без примеси, здравому, потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут. Результат музыкального, друзья, служения, это как результат, или как отклик, или как эхо на услышанное слово. И поэтому, если сегодня эти акценты будут смещаться, наши собрания будут превращаться в концерты. Музыкальные, гостевые, какие угодно, как только назовите, певцов, музыкантов, гастролеров, артистов, как уже только не назовете. Но если слово будет сдвинуто, заметьте, друзья, последняя моя мысль, как делал Христос, как Он поступал, Он говорит своим ученикам, пойдем, почему, куда, мне нужно там проповедовать. Когда Он вошел в дом и начал говорить им слово, Он посылает учеников, посылает их куда, посылает их на проповедь, Он посылает их для этого служения. Оно было приоритетом у Христа. Скажите, мог бы Иисус взять определенную музыкальную группу с собой? Ну да, для усиления, для эффекта большего. Мог. Конечно мог. Мог бы ли Он кукольный театр за собой повести? Да, конечно мог. Кинул какие-то выставки, картин, чтобы как-то усилить свое слово? Мог. Но, друзья, почему слово? Потому что слово, оно изменяет жизнь. Вот почему люди пишут книги. Вот почему они с этими книгами приезжают и в церковь. Знаете почему? Потому что человек, читая книгу, эта книга влияет на изменение его мышления. Она формирует его взгляд. Она формирует, воспитывает этого человека и очень часто уводит в сторону от Бога. Вот почему нужно быть особо внимательным к тому, что человек читает, что человек слышит и что исполняет. Поэтому так хотелось бы, братья и сестры, чтобы вот это Божье предостережение, которое сокрыто для нас в Божьем Слове. Или это похвала церкви в Филадельфии ты сохранил. Она относилась сегодня к нам. Даже при наличии малой силы сохрани. Сохрани здравое Божье Слово в твоем сердце, чтобы никто не смог засадать тебя в твоей вере. Ты пребывай в том, чему научен, зная, кем ты научен. Вот евангельская позиция. Будем брать пример со Христа. Он, друзья, основой своего служения поставил Слово. Слово не от себя, потому что Он говорил не от себя. Он говорил, что слышал от Отца и передавал людям. Друзья мои, то же самое стою сегодня здесь я. Я не должен и не имею права ничего говорить от себя. Я должен брать из этого Слова и передавать его людям. Это Слово, которое в ваших домах. Это Слово, которое должно быть в сердце. Что Бог обещает? Я сделаю тебя. Если ты окажешься таковым предо мною, я сделаю тебя столпом в храме Бога моего. Я напишу новое имя на тебе. Я дам тебе новое имя, другой камень. Я тебе дам все новые белые одежды, которые никто не сможет отобрать более. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Братья и сестры, время, в которое мы живем, время очень опасное. Время, когда подмена происходит. Я так хотел бы, чтобы мы бодрствовали. Да благословит нас в этом Господь. Господь, спасибо.